Ну что, всем привет дорогие друзья, с вами Bloodlinos, по-прежнему сегодня мы проходим дальше автобусная остановка Amaya D2 и я хочу сказать, что какой же бомбеж вы устроили просто, даже не то что бомбеж, но половина кто-то бомбит, кто-то не бомбит по поводу пикселей, по поводу яой и тому подобное, но друзья, скажу вам так, игрухи будут у нас, можно так сказать, меняться, если кто об этом не знает, кто-то пропустит это видео, будет спрашивать, я даже отвечать в принципе не буду. Почему? Потому что очень много всего я рассказываю в своих видео, но половина людей не видит этого, ну по поводу лайков, по поводу активности, сегодня был опять разговор и опять же некоторые люди возмущаются чем-то, говорят, что как бы там я ножу там или типа такого, короче по поводу лайков и тому подобного. И друзья, опять же вы можете увидеть первую серию, которая набрала 400, практически 500 лайков и увидеть третью или там вторую, которая даже 300 не набрала, вот в чем прикол. Посмотреть на яой и на яое увидеть по 500-600 лайков за день, то есть как бы людям нравится, люди активничают, люди пишут комментарии и тому подобное. Поэтому, друзья, мне не важно вообще какую игру брать, я любую игру могу взять так и рассказать и сделать ее так классно, что людям понравится. Вот те, кто у меня на канале давно и смотрят все видосы, им отдельный респект. Вот, вначале я такое вот небольшое подготовил, это такое вот, да, вступление на 2 минуты, наверное, разговора моего. Ну, вот такие вот дела, в принципе, я не думаю, что я буду какие-то игрухи брать на английском, переводить специально для вас, там мучаться и тому подобное. Нет, смысла нету, я буду брать только те, которые будут переведены уже на русский язык. Или будет игра шикарнейшая, типа девушки из Крилл Пи и тому подобное, которые, опять же, многие люди не смотрят. Ну, может будем их брать на стрим, вот. Все, в принципе, 2 минуты прошло, я рассказал все, что я об этом думал и проходим дальше. Игрушка, опять же, посмотрим, какая она будет, не знаю, ну, такая, в принципе, средненькой паршивости, потому что музыки нету, музыка должна нам все, в принципе, рассказывать, показывать. И вот тут вот проход, кстати, был закрыт, а сейчас он открыт. Вот, и как один человек написал, в принципе, комментарий такой очень важный, и это вроде девушка была, она написала, в принципе, я, говорит, я ой не люблю, но петельки и рада. Ну, и записывать надо то, что человеку нравится, в принципе, вот так вот, уважать там двоих надо, как бы, я-то уважаю всех. Ну, да, люди как бы не понимают, что если я беру игру, я не смотрю на нее со стороны я ой, там, или хуё я, там, это жанр я ой, то есть я ой, это как бы подсистема того, что там любовь однополая, там нету такого, что там ходят и извращенцы, и трахают и тому подобное, там не такое совсем. Ну, а я не буду вас заставлять смотреть эти игрухи, ёп твою мать, дядя Стёпа, ты чё там стоишь, а? Как бы я даже в пикселях так не шучу, как шучу в я ой, да, в любой игре, ну, и там, кстати, неплохие сюжеты есть, есть полный пиздец, а есть и неплохие, так что вы очень много всего пропускаете. И самое, что интересно, я вижу, кто мои стримы смотрит и тому подобное, даже они приходят, я комментарии их вижу на я ой и пишут тоже смешные комментарии, и это круто, реально, получен ключ от подвала, господи. Мы на самый верх бежали, чтобы тупо ключ взять один от подвала и всё. Да, пикселей много не ждите, потому что их в принципе нету, их некому переводить, вот эту игру перевели, а потом, ну, по пикселям будет только To The Moon 2 и, как он называется, и Шарлотта, всё, там нет пикселей, которые хорошие. Может быть, кто-нибудь возьмёт, что-то типа Undertale запилить, только и всего. А куча игру, которые выпускают на английский язык, ну, не знаю, будут они переведены или нет. На следе лежит старый потрёбанный блокнот, прочитать. Уже самое интересное, когда ты с английского переводишь, или Лиса Мори переводит, да, ну, по-разному переводим, даже не вознаграждается это лайками, а записываешь Явой, да, и под настроение там подобное, и оно вознаграждается. Вот в чём проблема. Это же одна из книг Тагакуши Кейма, истинные чувства. О чём книга? Всё начинается с того, что главный герой отправляется испытать храбрость в тоннель, в котором, как рассказывали, есть призраки. Ага, сперва всё выглядело как простое благотство, но в итоге в тоннеле он нашёл какое-то странное зеркало, чёрное зеркало, которое мы проходили на стрим, лол. Короче, я так понимаю, эта девочка пошла туда, да? Что происходит? Мы сейчас туда перенесёмся, наверное, да? Опача! Это мы чисто пробел такой, опять же, непонятный. Что произошло непонятно? Хмм, это место. Акарий, Чан, ты в порядке? Вроде да. Они так подпрыгивают. Смешно. Как мы здесь оказались? Мы ведь только что были в особняке Кеймы. Я не знаю. Все, кто читали его произведение или её, вроде бы должны были переживать то же самое. Наверное, мы сейчас тоже будем это переживать. А там хрен его знает. А где Акинакун? Я не вижу его. Понятия не имею, что это за место, но сперва нужно найти Акинакуна. Да, ты права. Мы только были вместе, так что я не думаю, что он где-то далеко. Нужно поторопиться, а то скоро начнёт темнеть. Верно. Я ещё скажу вам такую фигню, что в этой пиксельке очень сюжет такой, не то чтобы крутой, ну не то чтобы, как это объяснить, не то чтобы интересный, а не как-то, ну как-то всё как-то так вот. Бля, я даже не могу объяснить. Но нету такого, как я получал от других пиксельных игр. Ну что-то как-то слабенькое всё. И я не скажу, что это из-за того, что я там, ну как бы разлюбил пикселей. Нет, есть офигенные игрухи с реально интересным сюжетом. Но тут как-то всё, как-то они себя ведут, ну как-то не так, как вот в других игрухах. Хрен его, я не могу объяснить это просто. Я не могу сказать слишком какие-то диалоги такие вот обычные. Где же может быть Акинакун? Сердце сейчас выпрыгнет от переживаний. Успокойся, Каричан, мы же в порядке, значит с ним всё хорошо. Да, верно. Но вдруг он поранился, вдруг сейчас плачет от страха и боли. Материнские чувства. Так, а сохраниться мы не сохранимся, вниз мы не сможем пойти. Не, конечно, можете ругать меня или нет, но это летсплей. И это летсплей в каком плане? Я рассказываю свои эмоции, чувства и тому подобное. Если кто не согласен со мной, в принципе, можете найти другое прохождение. Правда, я не знаю, есть оно или нет. Да. Вот. И смотреть там. Но я всегда, когда игрухи прохожу, я всегда пытаюсь рассказать о своих чувствах, когда я прохожу игруху, потому что мы анализируем её, для чего мой канал ещё создан. Не просто, чтобы посмотреть игру. А люди смотрят, заходят и смотрят. Чё там, как, надо посмотреть на его чувства, что он будет чувствовать, как ему понравится игра, как не понравится. Может, кто-то где-то заслепил себя и подумал, что она хорошая, а в итоге вот мы разберём её. Бесполезно. Акинакуна нигде не видно. Да, куда же он мог подеться? Подеться? Скажи, а коричам ты заметила? Что именно? Вот туннель, как я и говорил. Как будто бы мы внутри книги. Ха, бред какой. Но ведь мы очутились здесь сразу после того, как открылись записи. Ну, нет-нет-нет, не может быть такого. А вот и... Забывая их имена, пипец, Табари, эти японские имена, девушка с длинными волосами правильно мыслит. Мина Янаги-сан. Табари, значит, ты правда жива. Так я и знала, что эти новости не были с тобой связаны, на самом деле она, ну, вы в книге. Я похожа на живую. Э? Новости, о которых ты говоришь, не подвергаются сомнениям? Чепуха. Тогда кто ты такая, как смогла появиться сейчас перед нами? Галлюцинации. Именно. Как и сказала девушка с длинными волосами, вы сейчас находитесь внутри моего романа. Вот она это писала. Вы не выберетесь отсюда, пока не дочитаете его до конца. А, и то есть мы должны пройти тоннель, да? Тоннель позади вас, это место, которое отражает истинные чувства зашедших туда людей. Как это? Узнайте, как зайдете. Стой. Акина Кун тоже попал в этот мир, если знаешь, где он, скажи нам. Я же тебе говорил, я ненавижу таких людей, как ты. Именно поэтому ты здесь оказалась. Я не понимаю ни единого твоего слова. Акина здесь нет. Больше я ничего не скажу тебе. Ты ведь из тех, кто волнуется о себе, больше, чем остальные. Больше, чем об остальных, наверное. Какая ты несчастная. Похоже, тебе суждено остаться тут навечно. Или навеки. А, значит, мы должны ознакомиться с произведением до конца, чтобы выбраться? Не понимаю, какой в этом смысл. В любом случае, давай пройдем этот туннель. Может, там что-то прояснится. Да, давай пройдем туннель, где монстры, которые могут нас убить. Зачем думать о чувстве сохранения и тому подобное, да? Верно, у нас и выбора-то нет. Почему я постоянно, практически, смеюсь в играх, ну, то есть, точнее, почему я шучу? Иногда мне просто скучно, настолько скучно проходить и настолько нелепо это, что я шучу. И из-за этого это мой маленький секрет. Если я вижу, что игра полная хрень. Не, ну, хотя я и в хороших играх шучу бывает. Хотя даже так сказать нельзя, потому что у меня всегда по-разному все, ну, происходит. А бывает, игра реально полная дичь, и там просто шутишь над каждым моментом. Вот. Как это было с ночевкой, там, ну, вы помните, да, на две серии. Но зато получилось смешно, и 800 лайков, люди просто визжали от смеха. Мы действительно внутри произведения, выглядит как обычная реальность. Я тоже не могу в это поверить, но не похоже, что Миянами Санг говорит неправду. Как мне, посмотри, эта табари слишком, эта табари слишком странная. Чего она вообще добивается? Вот мы это не знаем, и узнаем аж в самом конце игры. Давай сейчас сосредоточимся на выходе из этого пространства. Да, это сейчас важнее. Я еще хочу сказать, что такие игры, как Forest, не Forest этот, как же он назывался, Desert Nightmare, тоже была вроде бы интересной-интересной, но под конец она сливалась по-жесткому. И очень много игрух, таких вот хорроров было реально хороших, и потом они резко сливались потихонечку. Так, куда нам вправо надо? Сейчас опять Дядя Сёпа придет, 100%, я даже не удивлюсь. Вот он. Так, сваливаем отсюда по-быстрому. Что это? Выход по левому коридору, остальные ведут в тупик. По левому? Где тут левые коридоры? Вот это? Хм, кажется, сверху люди. Это же выход, думаю, отсюда мы сможем вернуться в реальный мир. А Табарий опять идет. Он такой спокойный, ля-ля-ля, я иду. Музыки нету, без музыки это не игра, это кусок говна. Вот реально, я не могу прочувствовать, мне что, самому надо? Давайте я буду страшно ему голосом говорить, чтобы вам было страшно. Получается, как-то, ну, слишком уж вообще пиздец. Тихо. Вы, так вы не сможете выйти? Такое чувство, как будто бы я в демонофобию играю. Там тоже музыки не было, я свою ставил. Без музыки там игра вообще скучнейшая была. Как же так? Так, ты еще не наигралась с нами? С меня хватит, выпускай нас отсюда и скажи, где находится Акина-кун. Повторю еще раз, вы останетесь здесь до тех пор, пока не закончите чтение романа. Роман, о котором ты говоришь, никак не проявляется в этом мире. Пока не проявляется. Пока. Дальше будет зеркало, которое отразит всю вашу прожитую жизнь до сего момента. Вот это уже интересно. А как только вы узнаете свои истинные чувства, произведение пойдет к концу. Истинные чувства? Кстати, девушка с длинными волосами. Да спроси ты ее имя. Эйя? Ты довольно интересная личность. Эйя, правда? Че-то, Сэй, не похоже, что она сделала тебе комплимент. Не похоже, что она сделала тебе комплимент. Не комплимент? Ты словно сидишь в лодке, которую толкают волны, то жизни, то смерти. Возможно, в прошлом ты сделала какой-то судьбонозный выбор, благодаря которому все еще жива. Какая-то табарьи, такое чувство, как будто бы она не призрак, а, как бы это сказать, порицательница какая-то. Это странно. Итак, поторопитесь, а то скоро снова появится он. Он? Дядя Степа. Нет, подожди. Нет, только не это. Вау, блядь! Я так и знал, куда бежать? Влево, влево, влево. А куда? А, понятно. Ясно. Теперь я вижу, куда бежать. Детенд. Зачем так внезапно появляться и бежать куда-то? Ну, я так и думал, что типа левый коридор. Ладно, друзья, проходим с самого начала. Ну, не самого, но... Да, вот так вот. Ну, вот реально... Так, друзья, пробуем еще раз. Нет, подожди. Нет, только не это. Бежим. Честно говоря, тут даже не видно, куда бежать надо. Вроде сюда. А вот и зеркало. Сразу же, моментально. Плохо дело. Здесь тоже тупик. Подожди, Акаричан. Может, это то самое зеркало, показывающее истинные чувства, о котором говорила Миянаги-сан? Если так, то тогда с его помощью мы можем вернуться в реальный мир. Ага. А вот и дядя Сёпа. Читасе сзади. Э? И оно уносит Читасе. Акаричан, спаси меня. Держись, Читасе, я иду. Читасе сзади. И мы сейчас, походу, попадем в старое время, что ли. И что теперь? Да, мы попадем, походу, во флэшбэк именно Акаре. Это школа? Здание напоминает мою среднюю школу. Неприятные воспоминания. Так. Средняя школа, значит, больше всего стыдна за свое поведение именно в эти годы. Я прокуливала много занятий. Представляю, какое неудобство доставляло учителям. Впрочем, ничего не изменилось. Я все же такой ужасный человек. Интересно, из-за чего она ужасный человек сейчас будем осматривать и обыскивать. У меня такое ощущение, знаешь, мне кажется, или за мной кто-то действительно наблюдает. А ну-ка. Мы можем открыть дверь? Сейчас я не хочу в туалет. А, ну подожди, это девчачи. Не, сюда я не буду заходить. Ну да, это уже мужской. Пить не хочется. А почему-то я не могу пройти дальше. Наверное, в эту сторону она пройти. У меня такое ощущение, как будто бы японцы забыли просто добавить музыку. Они хотели, но забыли. Потому что, ну, я просто в шоке. Серьезно. Ни одну игру, которую я проходил за 4 года, за создание канала, ни одна игра не была без звука просто. Ну, то есть, тут есть эффекты, но где музыка? Акари, что у тебя там такое хмурое лицо? А, это мы в прошлом, да? Да просто смотрю в окно и кое-что меня нереально бесит. Бесит? Ну-ка, вон там. Та, которая в школьном саду с дебильной улыбочкой поливает цветочки. А, она же параллельного класса. Как там ее зовут? Марья Петровна Ивановна Философская. Фуросата. Как-то там, что ли, Фуросата. То есть, это сэ? Такая панька, что тошнит от одного вида. Я однажды видела, как она тащила пакеты какой-то бабки. Школьница Акари. А, так она заранее нас ненавидела. Это странно. Ой, это же... Это же насколько надо не уважать себя? Интересно, она действительно это делает только, чтобы оказать помощь? Не-не. Наверняка только для того, чтобы ее считали миленькой, хорошенькой. Да вы возьмите бабки-пакеты и сами донесите шовы за две этих сплетных сплетницы. Точно что, как бабки. Скорее всего. Слушай, а ты свободна после занятий? Ну, тесты все закончились. Тогда давай позабавимся с этой фуросато. Позабавимся? Поиздеваемся, если точнее. Боюсь. Боюсь. Наверное, бьюсь об заклад, что она будет улыбаться даже в момент, когда станет просить о пощаде. Это так отстойно. Хочу проверить. Отлично, тогда я еще других приглашу. Да. Боже мой, как уже мерзавка я была в средней школе. Я ведь пыталась забыть об этом. Пыталась забыть, но... Пацанка. Ну, она была быдлянка, скорее. Знаете, как передача есть? От пацанки до понянки. Почему-то я не могу пройти дальше. От пацанки до понянки... Там надо было назвать от быдлянки до... Более-менее... Бэдлянки, которая... Пытается быть леди. Вот так вот надо было назвать эту передачу. Потому что даже... Даже в конце они... Какими были, такими и остались. А, вот. Чей-то Сэвон у нас сидит, походу. Они ее заперли, что ли, в туалете. Прекратите, выпустите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Ой, не могу. Ее лучшая фраза. Круто же, Фурасат Асан. Если ты останешься здесь, то тебе не нужно будет сидеть на уроках. Эй, мы уже слышали ее смешные реплики. Может, остановимся? Что, если учитель... Учителя узнают? Не волнуйся за это. Фурасат Асан трусиха. Она ни за что не побежит жаловаться учителям. Иначе она нарвется на страшную сестру Акари Чан. Точно, тогда все в порядке. Пока, Фурасат Асан, как-то там тебя ссан. Мы пошли домой, а ты постарайся что-нибудь придумать до тех пор, пока тебя не обнаружили. Стойте, не оставляйте меня здесь. А они ее, походу, закрыли полностью, да? То есть она не вылезет? Какая же я сволочь. Как я могла так поступать, Читосе? Я не заслужила нашей дружбы. Выпустите меня, пожалуйста, Читосе. И мы должны... Что мы должны из этого вынести? Что мы должны, в принципе... Подожди, может, выпустите ее как-то? А ну-ка. У-у-у. Чем я заслужила все это? Я же ничего плохого не сделала, Читосе. Чем я могла им не угодить? Действительно, Читосе, тут вообще ни при чем. Все из-за меня. Так что... Вот, на чем надо было остановиться. В тот день, когда моя сестра узнала, как я обращался к Читосе, она заставила меня извиниться перед ней и пообещать, что это не повторится. Читосе с улыбкой на лице простила меня. С тех пор я решила, что впредь буду защищать эту девочку. Чего бы мне этого не стоило? И при этом, что же я сейчас натворила? Ты не защитила, да, ее? В итоге ты ослушалась саму себя. Табари, человек, который издевается над невиновными, невинными людьми, вот твоя истинная сущность. Самое лучшее, что ты можешь сделать для всего человечества, это оборвать свою жизнь. То есть она сейчас пытается сделать так, чтобы я... Ну, типа, суицайт. Та огромная тень, она ведь исходит от тебя, не так ли? У этой тени есть имя, истинные чувства. Это мои остаточные воспоминания о первом написанном романе. Хм, типа, чувства за нами бегают, чтобы убить. Что за фитня? Но ее возникновение связано с твоей черной душой. Где Читасе на порядке? Держи это. Получена веревка. Типа, повесься. Нормально, да? Это поможет мне воссоединиться с Читасе? Дальше додумывай сама. Да уж. Если тут место, где я могу использовать веревку, чувствую, что Читасе именно там. Я не могу позволить, чтобы с ней что-то случилось. Ага. Или ты сама себя должна убить. Пожалуйста, пускай с Читасе все будет хорошо. Если что-то произойдет, я, я убью себя. Наверное, она так хочет сказать. Так. Вроде дяди Степы тут нет. Блин, темно, как в Ванусе. Так, мы тут пройдем? Нет, не пройдем, походу. А тут у нас дырка. Внизу спуск. А, нет, вот веревка. А, ну-ка. Там, я помню, что там дырка была какая-то. Да. Что ж такое? Так, я надеюсь, дяди Степы тут нет. А, вот она. Ты что, там заперта? Читасе? Хи-и. Опять воспоминания? Тебя заперли? Подожди, я сейчас освобожу тебя. Да, выломай эту решетку руками. Не надо. Э? Не подходи ко мне. Что с тобой, Читасе? Я хочу спасти тебя. Хватит издеваться надо мной. Читасе? Это проявление ее истинных чувств. Истинные чувства Читасе? Она не простила тебя. Она не простила тебе те дни, когда ты издевалась над ней. Сердце этой девушки до сих пор болит. Этот ужасный период жизни не прошел бесследно. Только не это. Эти раны нанесла именно ты. Ты не заслуживаешь права спасать ее. Читасе? Не смотри на меня, мне страшно. Топарь, прошу, я все равно хочу спасти Читасе. Не важно, что Читасе думает обо мне. Пожалуйста, помоги мне ее вытащить. Не важно, что она думает о тебе. Эти слова правдивы? Да, без сомнения. Девушка с длинными волосами постепенно теряет свой дух. И в скором времени умрет. В клетке нет двери, так что открыть ее обычным способом невозможно. Разве нет другого способа? Есть, но ее место в таком случае можешь занять ты. А ты точно спасет Читасе? Да. Твоя душа также будет истощаться в этой клетке вплоть до смерти. Сейчас либо проверка идет, или хрен его знает. И тебя и такое устраивает? Устраивает. В таком случае я меняю вас местами. Перед тем, как ты это сделаешь, пообещай мне одно. Что? Читасе и Акина будут в порядке. Обещаю. Хорошо. Простите, Читасе, что из-за меня у тебя остались ужасные воспоминания. Но теперь все будет хорошо, скоро ты выберешься отсюда. Давай быстрее выпускай Читасе. Итак, протяни руку. Но мне кажется, вряд ли она поменяется местами. Они просто выберутся. Читасе, прости меня за все. А? Блин, надеюсь, что она там не осталась. Реально, это будет жестко. Я в больнице? Последнее, что я помню, это как меня поймал. Это черная тень. Не могу вспомнить. Ох, это будет жесть. Как я оказалась в больнице, почему ничего не помню с тех пор, как меня схватила огромная черная тень? А ну-ка, сохранимся. Блин, реально не понимаю, что происходит, но стоп, как ник. А ну-ка. Что? А вот и Кейма. Ты наконец-то пришла в себя. Кто ты? Так и Куша Кейма. Вы были недавно в моем особняке. Значит, ты так и Куша Кейма сам? Точно. Как там Акари Чан и Акина Кун? Тачибана Акари в соседней палате, пока она без сознания. Вот она. Без сознания? Я не знаю подробностей того, что с вами произошло. Вы сами помните, что произошло? Приключилось? Нет. Акина Кун? Про Таткацуки Акина я ничего не знаю. По крайней мере, он, похоже, не в больнице. Где он делся-то? Ты знаешь, как мы попали в больницу? Нет, я нашел вас уже здесь. Что могло произойти? Мне нужно, чтобы с тобой кое о чем поговорить. Пройдем в соседнюю палату. Так. В соседнюю палату. Это в эту, что ли? Вот она, Акари. Акари Чан? Что с тобой случилось? Ну же, Акари Чан, открой глаза. Бесполезно. Сколько бы ты ее ни звала, она не очнется. Акари Чан сможет вернуться в сознание. Как я уже говорил, я не знаю, что с вами произошло. Вот как? До того, как ты очнулась, я немного походил по больнице. Что очень странно, так это то, что похоже здесь никого, кроме нас. Никого? В смысле, ни врачей, ни пациентов? Вообще никого. Мы тут одни. Ты ведь разыгрываешь меня? Я подозреваю, что сюда нас привела Табари. Если так, то она должна быть где-то в этом здании. Отыщем ее, и тогда, возможно, что-то узнаем об этой больнице. Может, что-нибудь узнается в таком случае. И с Акари Чан сейчас же отправляюсь. Я сейчас же отправляюсь на поиски Миянаги-сан. Эй, подожди. Какая же она суматошная. Им нужна моя помощь. Акари Чан ни на что не реагирует. Я сильно переживаю за нее. Якина-кун неизвестно где. Нужно скорее отыскать Миянаги-сан. Может, она что-то знает? Да, мы сейчас отыщем. Хрен, что отыщем, мне кажется. Погоди-ка. Женский туалет справа. И когда мы подходим к этому, к любому зеркалу, постоянно это говорят. Знаете, что я вам скажу? Это очень похожая локация на то, что мы уже видели. В принципе, странно. О, вот тут вообще огромная, просто нереально огромная локация. Это прикольно. Но, блин, как же хочется какую-нибудь пиксельку, где вот типа... Господи, что за... Эх, что, коляска сама поехала? Хочется пиксельку такую, как вот... Я не знаю, как вот раньше были. Вот пиксельки типа Desert Nightmare. Или как Miss Out, или всякие такие там по городу поладить еще где-нибудь. Как-то вот эти вещи блокируют, толкнуть коробки. Но мы не столкнемся сами. Не, бесполезно. Моих сил не хватит. И вот... Так, тут дверь закрыта. И вот пиксельки выходят, в принципе, вроде как интересно. Вот это вот интересная игра. Но она как бы не по моему такому вкусу в плане мистики. Мне не сильно нравится мистика. Мне нравится больше реальность, но с хоррором. Вот такая вот фигня. Наслежат какие-то документы. Тут тоже что-то есть. Но это больше что-то как фэнтезийное. Ну не фэнтезийное, но... Как мистика. Мистическая типа такого там. Как по какому-то роману там бродит. Мало хоррора. Я люблю, в принципе, хоррор. Пикселька должна быть вот такая вот. Как я раньше брал. С чего, в принципе, все и началось. А потом уже пошли вот такие вот пиксельки. Потому что, ну, вы просите. Потому что не я даже прохожу. А именно вы просите. А то, что мне нравится, в принципе, такие игры я на канал вообще не беру. Хотя, нет, почему? Беру на стримы. Вот такая, как Black Mirror и тому подобное. Но в основном сейчас одна фигня выходит. Вот реально, игр вообще нет нормальных. Нироавтомата, который мы проходите, и еще парочку можно взять. И фигня. Одна фигня выходит. В последнее время, мне кажется, даже и я боюсь, что и Тузымун может не очень хорошим выйти. Так что, хрен его знает. Так, пустой шкафчик, пустой шкафчик. Везде. Надеюсь на Шарлотту. Шарлотта взорвет нам мозг. А Тузымун, ну, не знаю. Тузымун это только если мы перейдем. Нормальненько. Одинаковые комнаты везде. О, ключ вроде бы. Получим молоток. Молотком кого-то пиздить придется сейчас. Но не то. Совсем не то пальто. Вот опять же, огромные локации. Зачем они сделаны, я не знаю. Двери почему-то не открывается. Огромные локации. И самое, друзья, что интересное, что по ним надо тупо лазить. И усё. И вот сравнить даже эту игру с простяцкой Цацурики. Ну, для меня она простяцкая. Цацурики намного выигрывает сильнее. В шкафу множество различных препаратов. и медицинских инструментов. Может быть, эта игра мне не так сильно нравится, потому что в ней нет грёбанной музыки. Да. Но, знаете, если бы это была хоррор игра, она бы соответствовала тому, что в ней нет музыки. То есть, это было бы круто, потому что, ну, разработчик специально бы это сделал для того, чтобы вы пугались. Но, блин, тут не хоррор. Тут совсем не хоррор. Женский туалет справа. То же самое. Все локации тупо пустые. И нашёл молоток, бежи куда-нибудь там ещё. Побегай. Полась. Это как в повешенном человеке. Там тоже локации были огромнейшие просто. А толку с этого вообще не было. Какое-то отверстие. Офигенно. Какое-то отверстие. Всё. Куда набежать, я без понятия. Молоток. Может, молоток на вот этом... Вот тут вот использовать. Подожди, не тут. На первом этаже. Так. Подожди, подожди, подожди. Вот тут, что ли? Вот. Застряла дверь. Дверь открыта. Офигенно. Нам ключ не нужен. Нам тупо молоток. На шкафчике что-то есть. Пнуть, подпрыгнуть. Подпрыгнуть не достанем. Бесполезно, не достаю. Попробуем пнуть. Нет, так не получается. И что же делать? Может, ещё раз пнуть? Нет, так не получается. А ещё подпрыгнуть разочек. Нифига, да? А ну-ка, если я возьму вот так вот. Так, мне нечего выбрасывать. Мусорку, пустой шкафчик. Так, но тут всё пустое, походу, будет. Надо, может, попросить кого-то, чтобы нам помогли, типа. Опа. Да, лол. И упала. Получена лестница. Офигенная лестница. Верёвка просто обычная. Ну, на этом. Так, лестница, верёвка. А что же мне с ней делать? Что же мне с ней делать? А ну-ка, сейчас. Сейчас мы попробуем ещё раз с ней поговорить. Может, что-то новенькое будет? Когда я бы хотел в больницу, я не смог зайти только в одну палату. Возможно, это барь именно в этой комнате. Акарибис и знает. Может быть, нам стоит пойти на... А, погоди, погоди. У нас там люк на самом верхнем этаже. Что, если туда она спустится? Сейчас попробуем. Какое-то отверстие. Но нет. Нет, друзья, не то. Надо искать. Слушайте, а вот тут я не был вроде бы. Или я не увидел этого, что ли. Лестница не достаёт до потолка. И вот мы лестницу забабахали ещё какую-то. Во! Всё равно я умру. Так что нет смысла здесь оставаться. Я хочу ещё успеть побывать во многих местах. Вечером втанет медсестры и попробую связаться по телефону с издателем. То есть, опять же, про её жизнь. Судя по почерку, этот дневник Миянаги-сан. Значит, она лежала в этой больнице. Вероятно, Миянаги-сан сбежала отсюда, перед тем, как оказаться в особняке Кеймы-сан. Хм. Надо спросить у него. Вернусь тогда в палату Акари. Сейчас мы быстренько посмотрим, что тут ещё. Кто-то наблевал зелёненьким. Аттабари. Аттабари. Скорее всего, Миянаги-сан лежала именно в этой больнице. Думаю, стоит расспросить. Так, ну, подожди. Мы это и так знаем. Зачем то же самое повторять? Да, блин. Как же тут выйти-то вниз? Во! Так, ну всё, погнали. Тек. Подожди, не сюда. Вроде бы сюда. Да. Э, куда он делся? Хм. Кейма-сан не здесь. Куда он, интересно, ушёл? Опа. И ночь. А это не очень хорошо. Уже ночь. Жутковато. Но надо сосредоточиться на поиске Кейма-сан. Вот видите, хотя бы тут какие-то звуки начинаются. Там, звуки, я не знаю. Лягушек? Филина? В больнице? Ну ладно, предположим, что из-за окна это всё слышится. Но больница же явно не на болоте. Я придираться буду к этой игре и ко всему, потому что, блядь, музыку поставить надо было. И всё было бы чётко. Но, господи, выпускать такую охрененную игруху без музыки, это надо быть, блядь. Это то же самое, что сделать офигенную машину и продать её без, я не знаю, там, без двигателя. Или, я не знаю, без чего. Ночью довольно страшно находиться в больнице. Что? Что это было за звук? Покасалось, наверное. Я не хочу умирать. Кто-нибудь, спасите меня. То есть тут ты уже не такая... Хотя ты и не была вроде крутой. Так, ищем, друзья, ищем нашего... Нашего Кейму-сан. Ох, придираться я буду ко всему, потому что, ну... Блин, хреновенько, конечно, что такая вот фигня. И, главное, сюда звуки вставили, в другие места не вставляли. Идиотизм какой-то, я не знаю. Японцы, ну... Японцы, в принципе, офигенно разрабатывают игры, но это что-то... Что-то недочётов тут больше, чем дочётов. Человек, похоже, он один из пациентов. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Сейчас бы с Алифейсом разговаривать. Перементованный мужчина. Не очень деликатно с такой реакцией смотреть на лицо человека. Простите, у тебя нет лица даже. Ну, я уже почти привык к подобному. Нет, мне правда очень стыдно за такое поведение. Вы ведь находитесь на стационаре этой больницы, правильно? Думаю, по моему внешнему виду это и так очевидно. Но почему тогда в этой больнице нет ни медсестёр, ни врачей, ни других пациентов? Ну, в этой больнице имеют место... Некоторые особые обстоятельства. Особые обстоятельства? Не нужно переживать по этому поводу. Тебе нельзя оставаться в таком месте слишком долго. Нормально так, поговорили, в принципе. Извините, но разве это не ваша палата? Нет, я просто пришёл проверить, не вернулась ли она. Кто она? Она кто-то есть ещё в этой больнице. Ребёнка, который был госпитализирован в одно время со мной, уже нет в этом мире. Неужели вы говорите про Миянаги Табаричан? Ты знаешь её имя? Недавно в одной из палат я нашла кусочек её дневника. Вот как. Так, ты как-то связана с этой девчонкой? Я практикант-учитель в классе Миянаги-сан. Но в тот день, когда я начала работать, она уже не посещала школу. Понятно. Я сам плохо знаю подробности, но, похоже, у неё были серьёзные заболевания. И, похоже, что это мучило её очень долгое время. Вот значит, как. И даже при этом никто никогда не посещал её. Хотя я знаю, что у неё есть мать, которая здесь появилась только в тот день, когда её дочь привезли в больницу. Как же так? Конечно, не было похоже, что она самый обычный ребёнок. То есть, перед этим мы лазили тут, никого не было, чё там, как там. Я вообще не понимаю смысла этой игры, вот реально не понимаю. То есть, поначалу говорят, никого нету. Но тут какой-то мужик появляется, но он вроде не призрак. Тогда кто он, мать его? Где все? Что за бред вообще? Или мы находимся во сне какого-то чувака? Вот если логически подумать. Я просто не буду думать. Я просто буду дальше проходить и всё. Конечно, не было похоже, что она самый обычный ребёнок. Но она чем-то напоминала мне о своём сыне. Значит, у вас есть сын? Да какая у тебя, мать его, разница, блядь? Есть у неё сын или нет? Ну насрать же просто. Мы говорим не о нём, и не о сыне его, а о Табаре. Я много раз пытался разговорить с её. Поначалу она не хотела идти на контакт, но внимательно слушала то, о чём я говорю. Со времён она стала понемногу делиться своими мыслями. Привет. Ты, кажется, новенькая твоя палата на этом этаже. Мужчина. Больше похож на парня на какого-то. 204-я. Вот как, я тоже здесь лежу, так что часто будем пересекаться. И всё, тишина. Если вам больше ничего не нужен, то я пойду. А, погоди. Я заметил, что ты часто смотришь в окно. Тебе скучно здесь? Разве у тебя нет никакого хобби? Хобби в больнице? Чего? Нет. Тогда неудильно, что тебе тут скучно. Сейчас хобби ни у кого нету из детей. Хобби только поиграть, посмотреть какую-нибудь фигню на ютубе. Например, блогли на салетсплей. И всё. Хотя нет. Я скажу, что у меня вот некоторые подписчики, которые приходят на стримы и тому подобное, вот рассказывают, что они рисуют, фанфики пишут и всякое такое. Тоже чем не хобби. Это куда лучше, чем бухать по подъездам. С увлечением было бы намного веселее проводить время. Это ни к чему. Единственное, что у меня остаётся, это ждать своей смерти. Нормально. Чего ты так решила? Мне сказали, что я не проживу больше года. Вот как. А, кстати, у неё и сын примерно твоего возраста. Он обожает читать всякие романы. Чувак, она год проживёт и всё. Какие романы? Романы? Несколько книг я сам взял у него на чтение. Хочешь, я дам одну тебе из них? А, ну вот таким вот образом, походу, она и начнёт писать, да? Хотя у этого автора Минамо Таюто довольно свой в разный стиль. Почему? Сам не могу это объяснить, но читать очень интересно. Я как будто бы могу путешествовать по всему миру, даже будучи в душевной, душной больничной палате. Ну, когда ты читаешь книгу, это и хорошо, если я вот новеллу, например, читаю, да? Даже я уйду, я проникаюсь, ну не сексом, конечно, их ним, а, ну вы поняли, сюжеткой. Заинтересовалась? Прости, я, наверное, напомнил тебе о том, что ты не можешь выйти отсюда. Я хочу почитать. Почему-то маленьким таким шарифтом, наверное, шёпотом сказала. Эээ, этот роман, я хочу его прочитать. Правда? Кивнула. Чтение книг было её первым и последним увлечением. Вскоре после этого случая она исчезла из больничной палаты. С тех пор прошло уже больше года. Похоже, уже её нет в живых. Возможно, именно после этого Миянаги-сан начала писать свои произведения? Что с тобой, девушка, у тебя такое задумчивое лицо? А, нет, просто спасибо, что рассказали мне об этом. И тебе спасибо, давненько я ни с кем не говорил. Странно. Очень. Эээ? А, не обращай внимания. Что ж мне пора идти? А может, он тоже мёртвый уже? Скорее всего, потому что у него вся башка перемотана почему-то. Почему, непонятно. Кстати, он же говорил, что пришёл сюда проверить, вернулась ли я Миянаги-сан. Но также сказал, что, возможно, та уже мертва. Я совсем запуталась, она мёртвая, понятное дело, что она мёртвая. В любом случае, мне нужно продолжать поиски особые обстоятельства. Тот мужчина упомянул в разговоре что-то про особые обстоятельства. Но что это значит? Связано ли это с тем, что в больнице нет других пациентов и медицинского персонала? Дверь почему-то не открывается. Ну, опять же, я скажу, что это, скорее всего, призрак, сон, хрен его знает. И почему-то баричан не в онкологию какую-то перевели или типа такого. Если все знали, что ей год остался жить. Что за идиотизм? Таких людей, детей туда переводят как бы. Какое-то отверстие. Короче, друзья, будем искать, будем искать. Но на этом, наверное, наша серия подойдёт к концу, потому что... А вот он, кстати. Хотя давайте поговорим ещё немножко. Такс. Вкусно, всё-таки кофе без сахара самый лучший. Кима-сан, вот вы где прохлаждаетесь. А, это ты. Где ты была? Я везде тебя искал. Ага, особенно в кухне, еда. Мне очень похоже, что ты что-то искал. Ты тоже присядь. Сейчас нет на это времени. Да сядь, говорю же. А ну сяло быстро. Нашла, Табари? Нет. Но пациент, которого я встретила, сказал, что у меня Наги-сан лежала в этой больнице. Пациент? Да, он был весь перевязан и бинты передвигался на кресле-коляске. Так ведь... Тебя ведь Фурозата зовут, верно? Если я правильно всё понял, это место отличается от реальности. Неужели мы опять внутри произведения? Скорее всего, это одна из галлюцинаций Табари. А что если мы вообще вот всё это время, которое мы сейчас находимся... Ну, тут мы же находили эти записки и тому подобное. И мы всё это время в галлюцинации. Ну, то есть не галлюцинации, а в её мире, что ли. Что ты решил? Такое чувство, что Табари смоделировала это здание. Где я такие уже видел моменты, когда монстр моделировал здание или проекцию чего-то? Миллиард хорроров таких есть. Ну да ладно. Такое чувство, что Табари смоделировала это здание. Как это понимать? Она когда-то была здесь, так что способна представить окружение, использовать его для своего романа. Для романа, который она так и не дописала. Чё ты только решил, что эта больница всего лишь модель, придуманная Миянаги-сан. Можно было сказать, чё ты решил, что это так, а оно там и Миянаги-сан, и полчаса текста ещё кучу. Ой, расположение палаты других комнат, похоже, соответствует тому, что в реальности. Можно уже и дураку догнать, что это и как. Почему тогда это не может быть реальностью? Странно то, что в больнице нет персонала и пациентов. Как ни посмотри, а это место выглядит слишком странно. Но что же нам тогда делать? Перед дети бегать. Если это действительно галлюцинация, то есть способ решить эту проблему. Например, я сейчас попытаюсь найти несоответствие в галлюцинации. Несоответствие? Переспрашивать. У всех, я не знаю, японцев, черта вот эта. Это японцы сделали вообще интересно? Или корейцы? Потому что есть одна игра под названием, вот эта вот, про русалку. Как же она называлась? Вожделение смерти. Там тоже люди любят переспрашивать. Это самый конченный момент, когда кто-то кого-то переспрашивает. Это ужас. Несоответствие вытекающей из разницы между галлюцинацией и реальной обстановкой. Ух, как-то очень не совсем понимаю. Ты точно учитель? Прости. Я немножко тупой учитель, да? Прости, перегнул палку. Не думаю, что тебе могут быть привычные разговоры про соотношение реальности и воображения. Да. В любом случае, это всего лишь мое предположение. Давай пока продолжим исследовать больницу. Возможно, ты тогда сама сможешь найти что-то, чтобы прояснить ситуацию. Эх, ты не пойдешь со мной на поиски? Нет смысла ходить по тем же местам вдвоем. Так мы только время потеряем. Если что-нибудь обнаружим, то свяжемся с друг другом. Короче, да, разделимся, как всегда. Ну, это ж логично, лень. По стульям пошел, пиздец вообще. Охреневший тип. Опять я останусь одна. Страшно. Несоответствие? Еще раз давайте, да, просмотрим то же самое. Не совсем поняла слова Ким Иссан про несоответствие реальности и галлюцинации. Смогу ли я углядеть такое при обследовании здания? Короче, в любом случае, это нам нужно будет сделать. С вами был Блуд Линз. Это была серия нашей интересненькой игрушки. Не знаю, что будет дальше в этой автобусной остановке. Хотя оно вообще называется не автобусная остановка, а по-другому. Но пока что вроде интересно и неинтересно. Я даже вам больше скажу. Вот этот яой, который я прохожу, куда интереснее по сюжету. Так что приходите на него и посмотрите хотя бы, не знаю, одну-две серии. В одной я могу не шутить, а во второй начну прям жестко. Ладно, друзья, ждите следующую серию. Серии будут выходить часто. И я думаю, что быстренько я закончу эту игру, потому что она очень короткая. Так что ждите, и все будет. А пока я буду искать, куда нам пойти. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Блуд Линз. И сегодня мы дальше продолжаем играть в остановку Амаяда 2. Сумеречный эпос. И нам надо было найти несоответствие комнаты или больницы. Что-то типа такого. И мы, походу, нашли. И нашли именно в сгоревшей вот палате. Словно огонь задел только эту комнату. Да, и мы нашли. Вот реально, флешбеки опять сейчас какие-то пойдут. Ну, голова раскалывается. Это тот пацан опять. И эта девочка. Походу, что-то произойдет, и он сгорит тут. Спасибо, что дали мне почитать эту книгу. Ты уже все дочитала? Музыка, неужели? Как будто бы мои молитвы были услышаны. Ха-ха, быстро же ты. Только, походу, тут музыка единственная одна, и все. Вам лучше, скорее, выйти из моей палаты. Мне же на нахождение взрослого мужчины в палате девочки может выглядеть подозрительно. А, верно, люди могут неправильно понять. Кстати, хотел сказать, что мое хобби в фотографировании. Я фотографирую людей, с которыми подружился в больнице. Ты не против, если я тебя сфотографирую? Звучит слишком подозрительно. Нет, просто хотел показать твою фотографию своему сыну. Значит, ты против? Против. Какая-то табарь уж слишком. Там, я плохо себя чувствую. Чувствую, выйдите. Вот как, прости. Мой сын так ждал этого. Попрошу тогда позже еще раз. Я не нравлюсь сама себе. Почему? У меня бледная кожа и светлый цвет волос. Ну, это девушки. Всегда все, что у них есть, награждено от природы. Они всегда говорят, ой, это некрасиво, а это не так. Хотя на самом деле все красиво. И каждый человек красив по-своему. Если он не мудак, правда. Из-за этого сплошные проблемы. Я не могу нормально разговаривать, только злословить. Вот почему. А я вот считаю, что твоя кожа и волосы только украшают тебя. Вы просто льстите мне. Сфотографировал? Я же сказала, что против. Ой, прости, спонтанно получилось. Я пожалуюсь на вас. А, погоди. Смелся надо мной. У меня жена и сын. На снимке, которую вы сейчас сделали, не видно моего лица? Нет, ты в этот момент отвернулась к окну. Когда я выхожу на улицу, я часто вижу тебя возле окна. Ты ведь хочешь выйти отсюда? Даже зная, что скоро моя жизнь оборвется, я все равно хочу побывать во многих местах. Я отдаю тебе эту фотографию. Мне она не нужна. Нет, возьми ее, пожалуйста. Зачем она мне? Я же говорю, что ненавижу себя. Какой смысл был рождаться, если я так скоро должна умереть? Ну, короче, сдохнуть. Даже если я возьму ее, все равно выброшу. Почему она умирает, тоже непонятно, да? Это несоответствие? Что это было? Я будто бы посмотрел видение. Может, это подсказка к тому, как вернуться к реальности? Надо продолжить исследование здания. Нет, друзья, видите, мы будем только лишь искать дальше, да? Погоди, но окно у нас есть вот тут вот, но оно ничего не дает. Я уже подходил сюда много раз и нифига. Походу, нам надо просто искать. И чтобы вы... Опа! Я только хотел сказать, чтобы вы не ждали, я там на паузу нажму. Хм, так это опять ты. Ой, я зашла без разрешения. Так вы лежите в этой палате, значит? Да, я здесь уже давно. Могу я спросить, почему в этой больнице нет других пациентов? Просто ты до сих пор не видишь истинного облика этого здания. Истинный облик? Это как в темноте невозможно различить объекты до тех пор, пока глаза не привыкнут. Здесь то же самое. Я знаю про это, но все равно не могу понять, о чем связь. Чтобы что-то понять, нужно всегда прилагать усилия. Я могу рассказать тебе то, что знаю. Можно задать вопросы перебинтованному человеку. Почему вы перебинтованы, что вы знаете? Я был госпитализирован в больнице после несчастного случая на работе. После этого в больнице произошел другой инцидент, из-за которого теперь мое лицо перебинтовано. Это и так все было понятно. Другой инцидент. Но зачем переспрашивать? Неужели ты с первого раза не слышишь, что тебе отвечают? Меня еще с этого... Как его? С вожделением смерти это так бесит. Просто пиздец. Тот случай произошел по вине другого пациента. Вот тут можно спросить другого пациента. Главным виновником оказался человек, страдающий сильным психическим заболеванием. Психическим заболеванием? Он часто кричал и звал на помощь, так как ему хотелось... Так как ему виделось, что он видит дьявола. Видит дьявола? Вот так вот можно постоянно повторять. Это реально бесит. Но тут, конечно, нету этого. Но вожделение смерти это есть. Однажды этот пациент не выдержал и поджег в больницу. Не может быть, значит... Да, значит поджег в больницу. И он попал в пламя и сгорел. Это, блядь, дураку ясно. Все, кто находится в это время в больнице, включая меня, погибли в огне. А, ну вот почему в принципе тут никого нету. Это все привидения. Только почему-то один есть привидение. Ну, он. А других нету. Хотя... Это произошло вскоре после того, как та девочка покинула больницу. Как хорошо, что в этот момент ее не оказалось здесь. Да, но она все равно мертва. Но ты об этом, походу, не знаешь. Так, что вы знаете о табаре? Я доложил ей около 10 объемных книг, которые приносил для меня мой сын. Она прочитала все, причем вернула мне их обратно уже через 3 дня. 10 книг за 3 дня? Нет, блядь. 28 книг за 3 дня. Но ей было нечего делать, кроме как читать. После этого она начала вести дневник, куда записывала собственные мысли. Такое, знаете, чувство, как будто бы разработчик, когда писал сценарий, он такой думает, что-то сильно мало мои персонажи разговаривают, надо добавить переспрашиванием, тупо переспрашиванием. Вот так по кусочкам собрались материалы на целый роман. Это даже еще хуже, чем Кукунай, да Кукунай вообще райское наслаждение, баунти просто, когда ты слышишь Кукунай, чем вот это, блин, переспрашивание. Значит, мне она кисан начала писать книги именно в больнице. Конечно, после завершения своей работы, она хотела, чтобы кто-нибудь ознакомился с ее трудом. Я слышал, медсестра, которая присматривала за этой девочкой, брала ее книжку на чтение. Но похоже, что она ничего не читала из-за занятости. Медсестра просто притворилась, что ознакомилась с романом. Не знаю, догадалась ли я об этом Табари, но она все же продолжила писать. Похоже, что это стало первым и последним увлечением Минанаги Сан при жизни. Однажды она позволила и мне прочитать одну из ее работ, которой я был очень впечатлен. Поэтому я спрашивал у нее разрешение на то, чтобы мой сын тоже мог прочитать это произведение. Он сильно увлечен чтением романов и говорил, что хочет познакомиться с этой девочкой. Раз они одного возраста, то могли бы даже подружиться. А потом окажется, что этот сын, это был Кеймо, вот этот, который писатель, да? Когда я рассказал ей об этом, то впервые заметил радость на ее лице. Однако, когда сын пришел навестить меня, она из-за стеснения так и не смогла выйти из своей палаты. Хе-хе, звучит так мило. К сожалению, он так и не встретился с ней. Ну, это сто процентов Кеймо, я даже на миллиард процентов уверен. К сожалению, скоро исчезну, так что не могу ответить на другие вопросы. Исчезните? Нет, исчезнет, блядь. Тэша, блядь. Ой, блядь. Ой, исчез. Читосе, ну что ты за, блин, тупорылый кака-ка-ка-ка-ка-кашка. Какашка ты просто. Тот пациент сказал, что все погибли из-за сильного пожара. Я только сейчас поняла, что он не обычный человек, лежащий в больнице. О, вот он опять. Больно жжет, помогите мне. И такой спокойненько пошел. К свиду тот же перебинтованный пациент, с которым я разговаривала, но что-то мне кажется, что-то не так. Так, я чувствую присутствие живого человека. Надо идти за ним, я думаю. Куда он направляется? Интересно, в таком состоянии. Ты поехавшая, это же тот же мужик. Алло, гараж. Гаражик? Здесь живой человек, здесь. Я чувствую запах. Походу это тот. Только нет, он хочет зайти в палату окорчан. Он уже зашел. Заходим. Мое тело изуродовано, а с ней ничего не случилось. Не прощу, я сделаю с тобой то же самое, что и произошло с нами. Что вы собираетесь не делать? Не прикасайтесь к ней. Еще один живой человек, значит, я тебя тоже убью. И-и-и. Перевинтованный человек замахнулся на читасе, сражаться, закричать. Сражаться, наверное? Не побью, так покусаю. Замолчи, я сейчас же убью тебя. Ай. Ты должна испытать те же страдания, что и мы. Э-э, надо было закричать, походу. М-да. Круто, а я сохранился, хер знает где. Спасибо вам. Спасибо.